Тарифы на коммунальные услуги регулирует государство. В Архангельской области размер платы за тепло, свет, воду, стоки устанавливает региональное агентство по тарифам и ценам. Чтобы совокупный платеж потребителей не превышал определенную сумму, введен так называемый индекс изменения платы за услуги ЖКХ. Его утверждает губернатор. Губернатор в Архангельской области введен предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Он с 1 июля 2016 года составляет 7,1%. То есть в эти параметры должны были вписываться тарифы, которые устанавливало агентство. Таким образом, с 1 июля 2016 года общий объем платы потребителей коммунальных услуг не должен увеличиться более чем на 7,1%. Сегодня утверждены тарифы на все услуги, кроме газоснабжения. Как правило, его размер мы узнаем ближе к лету. По остальным отраслям грядущее повышение будет следующим. Водоснабжение. С 1 июля за кубический метр воды, подаваемый муниципальным предприятием Горводоканал, население будет платить на 2 рубля 18 копеек больше. Для жителей Вычегодского, обслуживаемых ведомственным водоканалом РЖД, тариф за воду подрастет на 2 рубля 12 копеек. Водоотведение. В поселке Железнодорожников тариф на эту услугу увеличится до 42 рублей 10 копеек. Котлашане за эту услугу будут платить меньше. В городе с 1 июля тариф на водоотведение составит 26 рублей 55 копеек. Сейчас мы платим по 24,79. Тепловая энергия. Для потребителя муниципального по КТС во втором полугодии 2016 тариф составит 2126 рублей 30 копеек. Рост составит 3,9%. В Вычегодском гигакалория будет стоить 2120 рублей 72 копеек вместо 2043 рублей 80 копеек. Повышение на 3,7%. Электроснабжение. Здесь тарифы едины как для котлашан, так и для вычегодцев. С 1 июля одноставочный тариф составит 4 рубля 41 копейку. Раньше за киловатт-час мы платили по 4 рубля 32 копейки. Больше всего вопросов, как правило, вызывает рост сплаты за отопление. Потребители спрашивают, почему этот тариф в Котласе больше, чем в других городах Архангельской области. Здесь надо отметить то, что есть экономически обоснованный тариф, есть тариф для населения. У нас в Котласе тариф экономически обоснованный, равен тарифу для населения. Таким образом, у нас одна гигакалория тепловой энергии с 1 июля будет стоить 2126 рублей 30 копеек. Это экономически обоснованный тариф. Например, в Вельском районе он превысил 3000 рублей, но квитанции населению придут с величиной тарифа в два раза меньше. Разница называется Дельтой Т. Ее предприятию компенсирует областной бюджет. Котласский по КТС такую компенсацию не получает. Потому что наши котельные считаются эффективными в своей работе. То есть вот те котельные, которые находятся в Лешковском районе, в Мизине, где используется мазур, привозное топливо, они намного, ну, себестоимости их намного выше этих котельных. Вот как показывают, что тариф здесь больше. Только для того, чтобы население как-то при намерении социально поддерживать, да, то есть для этого было такое введено регулирование, как Дельта Т. На компенсацию выпадающих доходов малоэффективных котельных ежегодно областной бюджет направляет свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Примерно столько же уходит на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения по водоснабжению и водоотведению. Профессионалы называют их дельтами В и К. Их котлас получает. То есть по воде у нас тариф для населения ниже, чем экономически обоснованный. И, несмотря на то, что горводоканал получает разницу в тарифах. Наглядную картину опять же показывают цифры. Экономически обоснованный тариф на водоснабжение для горводоканала равен 39 рублям 79 копейкам. Но население будет платить предприятию по 32 рубля 80 копеек за куб. Водоотведение. Разница между тарифами составит 2 рубля 63 копейки. Все эти выпадающие доходы муниципальному предприятию компенсирует региональная казна. Еще один важный момент. Обязательная составляющая платы за теплоснабжение – объем потребленной услуги. Это если вы платите по счетчику, а не по нормативу. Он в разных домах разный. В первую очередь за счет потерь. Раньше делали стены из положенной кирпичной кладки. 2,5 кирпича и 3 кирпича. В следующие годы изменились строительные нормы и правила. Стали использовать энергоэффективную кладку. Для того, чтобы снизить тепловые потери через наружную награжающую конструкцию. Это позволило бы сэкономить тепловую энергию на внутри помещения. Опять же, обратимся к примерам. Для отопления сравнительно старого панельного дома на Мира-49 требуется в два раза больше тепловой энергии, чем для обогрева соседней новой многоэтажки на Мира-48, где использована энергоэффективная кладка. В первом случае для отопления одного квадратного метра по ценам 2015 года требовалось 59 рублей. Во втором – 30 рублей 72 копейки. Для нагрева квадратного метра на Гагарина-35 дома 1983 года постройки уходило 47 рублей. Затраты на обогрев многоэтажки, наружные стены, которые тоже выполнены из энергоэффективной кладки по Октябрьской-31, составили 28 рублей с квадрата. То есть на лицо, в принципе, новые дома, которые построены уже по современным технологиям, там на нагрев помещения требуется в два раза меньше тепловой энергии. Естественно, это влияет на размер платы за коммунальную услугу. Для снижения потерь в первую очередь необходимо проводить утепление наружных ограждающих конструкций, стен и чердачных перекрытий. Вот фотографии, сделанные при использовании тепловизора. Синий цвет свидетельствует о маленьких тепловых потерях, оранжевый – о больших. Первый адрес – перинатальный центр. После реконструкции здания и утепления наружных стен потерь здесь практически нет. Их дают только окна. В жилых домах эту проблему можно решить при помощи застекления балконов и лоджий. На втором фото изображен дом на Котлашанской, 12. Здесь, кроме окон, потери тепла дают температурные швы. А эта картинка сделана на старой деревяшке Помелентьева, 4. Невооруженным глазом видно, что об энергоэффективности речи даже не идет. Объем тепла, потребляемый тем или иным домом, фиксирует прибор учета. Но отказываться от него не стоит. Планируется, что с 1 апреля областное министерство ТЭК и ЖКХ все-таки примет повышающий коэффициент к тем потребителям, кто оплачивает коммунальные услуги по нормативу. Он может увеличиться в 3-5 раз.